Привет всем, меня зовут Ксения, и в этом видео я покажу довольно-таки интересный и очень простой дизайн, который в последнее время набирает огромную популярность. Некоторые называют это камифубики, некоторые камифубуки, но я предпочитаю нормальный человеческий язык, и я называю это конфетти. Ну, ребят, это реально обычное конфетти, из чего сделано, не знаю, но смотрится нереально круто. Есть матовые, есть переливающиеся, есть наборы со смешанными конфетти, они разного диаметра. Лепить их можно как угодно. Использовать я буду в этом видео гель-лаки фирмы Коди, где я приобретаю эти материалы, конфетти и гель-лаки Коди, вы найдете ссылочку под видео. Конфетти у меня, не знаю ли видно в камеру, зеленые, зелено-голубые, бордовым, потом бордо, терракот, золото, сиреневый, фиолетовый, беж, розовый, серебро-черный и сиреневый тоже тут есть. Комиксный я его обозвала, это розовый, желтый и синий. Использовать я буду вот такие оттеночки, зеленый-голубой с бордовым. Оттенок я подобрала 42 и 69. Также вам понадобится густая база, это либо Коди Роберту, либо база Стронг от Фокс. То есть выбирать вам. База должна быть густая. В одном из видео я уже показывала, что это за цвет. Это дымчато-фиолетовый, с таким бордово-серым подтенком. У меня все в подтенках, я не знаю правильно я говорю или нет, но цвет просто шикарный. Он осенний, достаточно стильно смотрится. Как самостоятельный, так и в дизайнах. Для дизайна я использую полупрозрачный 69 оттенок, очень красиво. Также иногда использую как самостоятельный цвет. То есть без всяких дизайнов иногда хочется отдохнуть. Дает красивый оттенок бежевой ногтевой пластине. Уносить вы можете в принципе один слой. Смотрите как клиент захочет. И сами смотрите, чтобы выглядело красиво. Просто потом у нас будет слой базы и в закрепление где-то слой или два даже топа. Поэтому, чтобы вы зубами не отдирали, смотрите сами, сколько слоев делать. Наношу второй слой 42 оттенка. Хорошая пигментация у этого оттенка, хочу заметить. Кстати, в камере идентичный оттенок получается. Только единственное, при разном попадании света по-разному смотрится. Так светлее, так темнее. Так в принципе вообще один к одному. Делаю второй слой 69. Там где у нас будут конфетти. Примерно такой оттенок будет давать ногтевой пластине. Итак, здесь у меня два слоя гель-лака. Само по себе достаточно симпатичное сочетание. Теперь откладываю в сторонку аккуратно и на бежевый я кладу не толстым слоем базу. Теперь при помощи кисточки я теперь выкладываю конфетти. И будем их в разброс выкладывать. Но изначально лучше выкладывать те конфетти, что побольше. Кстати, они с двух сторон одинаковым цветом. Это меня очень радует. Кисточку можно чуть-чуть обмакнуть в базе. Я сейчас стараюсь выложить так, чтобы у меня разные оттенки разным диаметром были. Я делаю первый раз, поэтому психанула, налепила по-другому. На типсе позволяет именно масштаб. На ногте клиента, понятное дело, не разгуляешься особо. Несмотря, конечно, какая ногтевая пластина. Есть такие клиенты, которые вообще можно пейзажи рисовать на ногтях. Можете лепить их один на один. У них разный диаметр. Допустим, на бордовый сделать маленький голубой. Почему бы нет? Только заранее капните базу. Можете весь ноготь залепить этими конфетишками. Можете сделать от кутикулы к центру растяжку. Можете, наоборот, от свободного края к центру. Можете просто симметрично одну половину заделать на одном ногте, а на другом по-другому сделать. То есть, на что хватит фантазии, тут можно экспериментировать нескончаемое количество раз. И всегда это будет интересно, необычно смотреться. Сушу в лампе. Кстати, я что-то завтыкала. У меня точно такие же бордовые, малюсенькие и малюсенькие есть в другом наборе. Так что, если вам какого-то цвета закажется мало или какого-то размера, посмотрите другие свои наборчики. Может, именно там окажется нужный вам диаметр нужного цвета. Так, теперь я попробую перекрыть все это дело топом и просушить. И потом посмотрим, будет это все выпукло или нет. То есть, хорошим топом. Либо рабр топ, либо какой-то другой густой топ. Мы делаем закрепление с выравниванием. Принцип работы с конфетти такой же, как и с работой с битым стеклом. Переворачиваем, чтобы все хорошенько выровнялось ровно. Смотрите, чтобы на кончике не образовалась капля. Чтобы все было равномерно. Вот так красиво сверкает. Сушу в лампе и закрепляю топом второй типс. Для мастер-класса я использую топ без липкого слоя. Он мне в работе не понравился. А вот для мастер-классов и для покрытия типс вполне сошел. Итак, вот что у меня получилось. Очень понравилось сочетание оттенков. Экспериментируйте. Конфетти не выпирает. Но если у кого-то что-то вдруг при покрытии будет выпирать, можете покрыть еще слоем топа. Кому понравилось мое видео, поставьте мне пальчик вверх. А также подписывайтесь, чтобы не пропустить новые мастер-классы. Добавляйтесь в друзья. Все мои ссылки под видео. Кому что интересно, пишите комментарии, сообщения. Всем пока-пока. Спасибо за внимание. Пока.